здравствуйте уважаемые друзья на одной из рыбалок очередной очень хорошо сейчас по осени выручил вот такой эмиджер я хотел бы с вами поделиться и связать немножечко в другом варианте который не менее привлекателен для того чтобы у вас была возможность использовать материалы которые у вас будут под руками в изготовлении вот этого эмиджера используется полипропилен специальная пряжа даббинг и cdc и тело из остатков вот такого обыкновенного павлиниевого пера который имеется мы с вами свяжем несколько попроще давайте приступим единственная которая будет ваша сложность это перышко cdc закрепим наш крючок так как пока мне удобно его буду переставлять значит нам понадобится такая при такое волокно как антрон вот она выглядит вот так в наборах и вот так выглядит само волокно а вот так выглядит я приложу разницу вы практически не увидите это синтетическая пряжа которая обыкновенная используется в качестве шпагатов можно подобрать ее потому что нам не имеет большого значения насколько сильно здесь будет разница так как этот хвостик должен у нас намокать давайте приступим для начала я закрепляю нить нить желательно использовать тонкую но достаточно крепкую так как сильно утяжелять нам наш эмиджер нежелательно закрепили в районе грудки и я беру сразу креплю вот щепоточку пряжи антрон или же синтетической которая у нас имеется для того чтобы нашу кисточку можно было заметить в воде не затягиваю пока закрепил и немножечко вот так вот теперь протягиваю для того чтобы создать для себя дополнительно ту длину которая мне необходима моего хвостика подровнял и теперь окончательно я ее закрепил в точке где у меня будет крепиться после этого я не убираю пряжу оставляя ее на месте и теперь я беру мне понадобится три перышка сидиси они продаются в наборах я думаю большого труда не составит для вас их найти в каком-либо интернет магазине частности я использую вот крючок фирмы strike где достаточный выбор материалов которые вы сможете для себя сделать сложил вот так вот перышки и теперь вымеряя какой мне длины необходимо сделать моё крылышко которая будет держать моё мой эмиджер и здесь же здесь же его подхватываю подхватили посмотрели подтянули подровняли еще немножечко наши перышки чтобы они были все достаточной длины если нет потом дальнейшем можно их все общипать и подровнять как нам нужно закрепили в этом месте и теперь вот так на косую в районе грудки я отрезаю наши перышки отрезали не выбрасываем они еще пригодятся и для того чтобы мне сегментировать и создать мое тело я уже оторвал вот такой одно из бородок пера остатков павлина я здесь же и и креплю и теперь по всему телу я прихватываю весь материал который я подготовил дохожу аж за загиб приблизительно еще немножко дальше можно вот так и теперь здесь я свою пряжу которая у меня или синтетическая или антрон который у нас имеется в наличии я отрезаю оставляя совсем кончик где-то миллиметров 5-6 отрезали для формирования даббинга я буду использовать любой мех который достаточно мелкий я беру где-то приблизительно небольшую щепоточку серого даббинга и из него уже мы будем формировать наше тело ближе к песочному можно серый использовать оливковый как вы захотите то есть попробуйте экспериментально для себя какие цвета в вашем регионе будут больше работать я сформировал вот такую веревочку и теперь по нарастающей формирую контур нашей личиночки создаю ей небольшую вот такую вот конусность не дохожу до грудки 5-6 миллиметров вот где-то вот так и здесь останавливаясь теперь для того чтобы дальше мне сделать тело я беру перышко павлина которая я подготовил закрепили мы с вами и теперь этим перышком павлина я начинаю в начале в начале загиба я делаю парочку полных оборотов и с равным шагом я начинаю сегментировать свое тело вот этим перышком доходим до нашей грудки здесь я делаю один полный оборот и окончательно креплю теперь наше перышко закрепили теперь мы можем подровнять наше крыло так как оно у нас должно быть поднимем немножечко все наши элементы вверх и промотаем перед нашим крылом посмотрим насколько достаточно вот так и теперь для того чтобы закончить нашу мушку я взял три перышко павлина по остаткам которые у меня оставались можете взять два новых как вам будут удобно так как здесь наматывать не сильно много придется район нашей грудки достаточно будут вот остатков наших перьев креплю здесь же и нить увожу колечку для того чтобы мне ничего не мешало и нить моя не соскользнула я сделаю парочку накидных узелков вот так я поставлю крючок в удобное для меня положение перекручу свои перья и начинаем выполнять обмоточку грудка должна быть достаточно объемной пышной так чтобы она привлекала рыбу скажу от откровенно вид когда блестит наш павлин довольно таки магически действует на наших рыб и так чтобы не нарушить мою конструкцию я увожу все все перышки вот так назад и здесь делаю один оборот перед крылышками можно даже парочку как будто у вас получается вот так выполнили и сдерживать я креплю нить немножко так как перо сиди си очень боится клея и нежелательно его здесь использовать большом количестве я пару капелек набавлю нанесу на нить и здесь сделаем завершающий узел как таковой головки здесь я не формирую увожу все вот так поставлю в таком сейчас положение чтобы вы видели и наша личиночка вот в таком варианте как она есть уже готова к работе вот эти остатки нашей пряжи антрона или искусственной уже свидетельствует о том что у личинки начинают вылупляться зачатки крыльев поэтому в данный момент очень актуально потому что осень еще не сильно наступила у нас вправо еще достаточно тепло и по-прежнему насекомые еще начинают линять и вылупляться поэтому рыба охотно реагирует вот на такие изменения если у вас допустим длина крылышек по каким-то причинам не совпало их можно вот так вот потом брать и пообщеповать но так как у меня все абсолютно абсолютно здесь нормально и по длине и по пышности пожалуйста изготавливайте пробуйте желаю вам удачи всего самого наилучшего до скорых встреч